Есть, конечно, и они очень большие. Мы не раз видели за историю Молдовы, когда партия шла быстро вверх, быстро поднималась на самый верх, потом появлялось какое-то чувство, что мы все равно победим. Пьянение успехом. Да, да, да. И потом, конечно, последствия для данного формирования были не очень-то хорошими. Но я хотел обратить внимание на совсем другой аспект. Левый электорат, который принято в Молдове считать левым, он более организован, чем правый электорат. Я говорю это с большим сожалению, потому что я сам являюсь проевропейским избирателем и всегда выбираю между этими партиями. Но если мы посмотрим статистику, левый электорат выходит на выборы где-то в размере 600-700 тысяч. Они колеблются ближе к 700 тысяч. И обычно результат выборов определяет активность правого электората, того электората, которому принято считать его правым. Были случаи, например, в 2005 году, когда коммунисты с теми же 700 с чем-то тысяч голосов, они становились правящей партией, имея 56 мандатов. И были случаи, когда они набирали те же 700 тысяч голосов и оставались в оппозиции. То есть левый электорат, он практически не меняется. Стабилен. Да, хотя там, конечно, люди и умирают, как это естественно, и приходят новые. И итоговые результаты выборов определяют, кто есть власти, определяют активность правого электората. И вот сейчас мы должны наблюдать за тем, что происходит на правом фланге. Если правый электорат будет, скажем так, расслабленным, и мы все равно побеждаем, потому что вот, начиная уже последние несколько месяцев, мы одерживаем победу за победой. Начиная от президентских выборов и конституционным судом, потому что это было воспринято как победу правого электората. Если он будет расслабленным, то вот эти 700 тысяч окажутся, могут оказаться опять мажоритарными. Если правый электорат будет активен, то, конечно, эти 700 тысяч будут миноритарными. То есть пропорция где-то такова, если проследить за ходом истории избирательной кампании в Молдову, вы увидите эти цифры, как они проскальзывают.